На тренировке к Игорю Лизункову ребята всегда спешат. Ведь помимо общефизической и технической подготовки, спортсмены отрабатывают технику удара, разрабатывают комбинации, учатся правильно атаковать и защищаться. И все это им, безусловно, пригодится на соревнованиях. Игорь Александрович сравнивает работу тренера по каратэ с деятельностью биолога, которому необходимо постоянно наблюдать за изменениями в мире спорта и адаптироваться к новому. Тренер должен любить свою работу. Когда тренер любит свою работу, то потихонечку, шаг за шагом, год за год он будет переходить к результату. Потом тренер должен обладать определенную компетенцию, то есть постоянно изучать. Если тренер сегодня подготовил спортсмена и на этом успокоился, жизнь быстро меняется. Особенно каратэ – это такой вид спорта, который очень динамично развивается. Меняются правила, меняются предпочтения, судейство меняется. И нужно быстро в этом мире ориентироваться и смотреть, что в мире сегодня, какие спортсмены в мире. Спортивная школа в Горках-десятых открылась в 2002 году. Задачей было развивать каратэ в округе, и Игорь Александрович приложил к этому немало усилий. Спортшкола выступила одним из организаторов всероссийского турнира, который назвали Кубок Кутузова. Кроме спортивной каратэ, я преподаю еще традиционной каратэ, стиль Гудзюрю. И очень часто до пандемии выезжали на Окинаву, учились сами, работаем с населением. Но то традиционная каратэ, она больше для взрослого населения, для мужчин. Она дает здоровье, она дает хорошее тело и не дает заставиться здесь. Все надо думать. Тренером Игорь Лизунков работает уже более 40 лет. За время своей деятельности в спортивной школе он выпустил 7 мастеров и 50 кандидатов в мастера спорта. Екатерина Крамор, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.